Здравствуйте, я Коннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему уроку. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. Мы открываем свое сердце. Мы открываем свой разум для откровения с небес. Слов, которые приводят на землю небеса. И мы благодарим Тебя за Него, и мы верим, что получаем Его во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Мы будем изучать веру. И фактически, как вы используете веру, чтобы сдвинуть гору? Хорошо? Аминь. Слава Богу. Да. Кто, я? Да, вы. Слава Богу. Мы будем говорить об этом на протяжении нескольких передач. И это будет что-то, что вам действительно понравится. Я хочу представить вам всех этих людей. Мы находимся в церкви Eagle Mountain International. Поэтому давайте горячо поприветствуем каждого на этой передаче. Хвала Господу. Аллилуйя. Слава Богу. И поэтому, когда мы вскакиваем, и вы вскакиваете. Когда мы восклицаем, и вы восклицаете. Слава Богу, потому что мы все часть одного собрания. Давайте откроем наши Библии на 11 главе Евангелия от Марка. Это самые важные слова, когда-либо сказанные о вере. Вы можете назвать кого-то, кто знает о вере больше, чем Иисус? Безусловно, нет. Я скажу вам кое-что еще. Вы никогда и не назовете. Аминь. Слава Богу. На это не потребовалось много времени, не так ли? Я уже счастлив от этого. Конечно, я копался в этом целый день, поэтому... Слава Богу. 22 стих 11 главы Марка. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». Итак, «имейте веру Божью». В некоторых переводах Библии говорится, «Имейте Божий вид веры». Поэтому, по сути, мы говорим о Божьей вере. Если вы никогда особо не изучали или не исследовали эту тему, это звучит странно. Особенно для религиозного мышления. Как я? Как я? Какой-то маленький человек. Как я? Как я когда-либо могу иметь веру Божью? Что ж, мы узнаем. Слава Богу. Итак, «Имейте веру». «Имейте веру Божью». И обратите внимание на продолжение. «Ибо истина, говорю вам». Итак, каждый раз, когда вы видите слово «истина», сказанное Иисусом, это означает «послушайте внимательно». Это означает «обратите внимание». Иисус делал из этого оборот. И когда вы видите «истина», «истина», когда Он говорит это дважды, я имею в виду, что если Иисус сказал это один раз, это уже важно, но когда Он говорит это дважды, вам лучше прислушаться к тому, что говорится, потому что Он буквально говорит нам с вами, что это не только хорошо, это не только является абсолютной истиной, но да, оно настолько хорошо, как оно и звучит. Да, настолько хорошо, как оно и звучит. Аминь. «Истина, истина» означает «это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», но это абсолютно истина. «Слава Богу! Ибо истина, говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Будет ему, что не скажет». Послушайте. Дальше. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Фактически, именно так вера и работает. Просто, не так ли? Но именно так она и работает. именно так Бог все и делает. Именно так Он сотворил эту вселенную. Именно так Он делает и всегда будет все делать. Это Его метод действия. Я немного забегаю вперед. Вернемся на минутку назад. И заметьте. Заметьте, как Он. Да, спасибо тебе, Господь. Не закрывайте это место. И откройте вместе со мной третью главу Иоанна. Я серьезно. Не закрывайте то место. Не теряйте его. Потому что мы... Это буквально несколько страниц. Мы будем смотреть на одно, а потом на второе. А потом снова на первое. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей...» Хорошо? Иоанна 3, глава 16 стих. Иоанна 3, 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную...» Не закрывайте это место. Вернитесь к предыдущему. «Если кто...» скажет горе сей... 15 стих. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную...» «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий...» Вот этот «всякий» в Иоанна 3, 16. «Означает вас». «Конечно же, означает меня». Это относится ко всякому. Ко всякому верующему. Я верю в это в своем сердце. «Я верю всем своим сердцем...» «Что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы я не погиб, но имел жизнь вечную...» Вы верите в это? Тогда вы должны верить и в Марка 11, 23. Потому что любой, всякий, который может верить, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, всякий, верующий в это, может верить и в это. Потому что та же самая вера Божья в Марка 11, 23 является той же самой верой в Иоанна 3, 16. Аминь. И фактически вот где ваша вера. Она в вас прямо сейчас. Безусловно. И один из величайших провалов веры это молиться о вере. Аминь. Сестра Кэти, не могли бы вы согласиться сегодня в молитве со мной и Глорией о том, что, когда закончится это служение, мы сядем в свою машину и поедем домой? Это очень хорошая машина, но знаете, может, она слишком хороша для нас, Глория. Мне действительно нужно. чтобы вы помогли мне молиться и получить больше веры, чтобы мне поехать на своей машине домой. «Эта машина принадлежит мне. Она моя, чтобы ездить на ней. Я полностью за нее рассчитался. Все, что полностью оплачено, должно без труда ехать домой». Вы с этим согласны? Верно? За эту веру, о которой мы говорим, было полностью заплачено. За нее полностью заплачено. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, всякий возьмет это, за это заплачено. И я скажу вам кое-что еще. Она его, чтобы он мог ее дать. Аминь? Это здорово. Слава Богу. Она была его, чтобы он мог ее дать. Он выбрал это сделать. И он сказал, «Всякий, кто захочет, просто подходи и бери это». Слава Богу. Итак, давайте вернемся отсюда. Хорошо, давайте обратимся к первому Иоанна. Первое послание Иоанна, пятая глава. Итак, «всякий». Вы это видите? Тот же «всякий» в Марка 11, 23. Тот же «всякий» в Иоанна 3, 16. Тот же «всякий» в пятой главе первого Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос от Бога рожден». Кто из вас верит в это? Практически все. Дайте я попробую еще раз. Кто из вас верит в это? Конечно. Все в этом зале. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, любящий родившего» давайте прочитаем это так. «Всякий, любящий Отца, любит также и рожденного от Отца». Это семейный разговор. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, или это значит любить Бога, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир. Прочитайте это. Вера наша. Вы можете прочитать это так. Так, вера Божья. А где вы ее взяли? Что ж, вы рождены от Него. Аминь. Аллилуйя. Вам нужно смотреть на это снова и снова. И сия есть победа, победившая мир. Вера моя. Очень личная вещь. В 1967 году у меня была привилегия и честь поступить в университет Орла Робертса. И в тот день, когда я зарегистрировался в нем, брат Робертс нанял меня в летную команду самолета и его служения и Евангелистской ассоциации Орла Роберса. И это означало, что без меня он никуда не мог полететь. Аминь. И как я уже говорил, у меня была огромная привилегия и большая честь быть с ним на его собраниях. И за то время мы очень сблизились. Он является моим духовным отцом. И он сейчас на небесах. Но первое, что привлекло в нем мое внимание, это поразило меня. Я подумал, этот человек использует веру, как механик использует инструмент. Просто так. И сначала я подумал, так можно делать? Понимаете? Так можно делать? Хорошо, давайте вернемся сейчас к тому, о чем мы говорили. Потому что это просто... Это действительно причиняет боль религии. Религии больно, когда она об этом думает. Потому что они никогда о таком не слышали. Вернемся сейчас к тому, о чем мы говорили. О, Бог! Дай мне больше веры. Во-первых, это означает, что вы думаете, что у вас вообще нет никакой веры. Или вы думаете, что у вас ее недостаточно. Но к тому времени, как вы погрузитесь в Слово Божье, мы узнаем, еще до того, как закончим разбирать эту тему, что у вас есть мера веры. У вас есть достаточно. Фактически, я хочу вам кое-что сказать. Вы получили все, что вы когда-либо получите. Это все, что вам когда-либо понадобится. Помните, апостол Павел написал церковь в Фессалониках? Возрастает вера ваша. И так вера может возрастать. Аминь. А как насчет Авраама? Библия говорит, Авраам пребыл тверд в вере. Итак, есть такое понятие, как твердая, сильная вера. И там также говорится, неизнемогший в вере. Итак, есть изнемогшая, слабая вера. Твердая, сильная вера. Возрастающая вера. Аминь. Но это все та же самая вера. Это все та же самая вера. Не так ли, доктор? Это та же самая вера. Та мера, которая есть у вас, это та же самая мера, которая есть у меня. Что ж, давайте посмотрим на это. Давайте обратимся к первой главе послания к римлянам. И мы видим здесь, что у нас есть эта вера. Она принадлежит нам. Иисус дал ее нам. Мы получили ее, когда приняли его как Господа и Спасителя. И мы рассмотрим на этот счет еще несколько мест Писания. Но давайте посмотрим здесь на первый стих первой главы римлянам. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванный Иисусом Христом. Итак, послушайте внимательно. Всем, находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым или отделенным, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, кому Он написал это послание? Всем, находящимся в Риме возлюбленным Божьим, призванным святым. И пусть слово «святой» вас не смущает. Святой, отделенный, это тот, кто принял Иисуса как Господа и Спасителя. Аминь. Итак, Он обращается к рожденным свыше людям в Риме. И позвольте спросить у вас следующее. Это послание, которое Он написал римлянам, относится ли оно также к церкви в Форт-Ворте? Нет такого, что тогда была одна церковь, сегодня другая церковь, а позже будет какая-то другая церковь. Он пишет это послание рожденным свыше, исполненным Духа Святого людям. Давайте обратимся теперь к 12 главе. Мы выяснили, кому было написано это послание. Итак, давайте посмотрим 12 главу Римлянам, первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Итак, понимаете, он сказал всякому из вас, то есть всякому из рожденных свыше людей Божьих в Риме, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Итак, он говорит это каждому рожденному свыше чаду Божьему. Если это применимо в Риме, это применимо и в Техасе, слава Богу. Если это применимо в Техасе, это применимо и в Нигерии, где бы вы нас ни смотрели. Слава Богу. Поэтому скажите это. Рожденный свыше верующий, в момент своего рождения свыше, в тот момент, когда мы приняли Иисуса как Господа, вера Божья была вложена в нашего внутреннего человека. Это самое время, чтобы воскликнуть. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите, она есть у меня. Она моя. Я верю в это. Я победоносен. И моей победой является моя вера. Аллилуйя. Воскликните кто-нибудь. Аминь. Благодарение Господу. Благодарение Господу. Слава Богу. Отец, мы благословляем Тебя. Мы почитаем сегодня Слово Божье. Мы почитаем Твое присутствие. И мы благодарим Тебя. Есть так много всего, за что мы должны быть благодарны. И мы прославляем Тебя. И мы благодарим Тебя. И мы поклоняемся Тебе. Просто откройте свое сердце. Откройте свое сердце для Него сейчас. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Повернитесь, пожмите руку двум или трем людям, широко улыбнувшись. И затем вы можете садиться. Аллилуйя! Аллилуйя! Хорошо. Итак, у кого есть мера веры? мера веры. Да. У верующего есть мера веры. Я уже говорил об этом, но подумайте об этом. Фактически. Давайте вернемся к первому посланию Иоанна. есть что-то, и это одна из сфер, в которой мы будем узнавать о вере. Но я хотел, чтобы вы это увидели. Первое Иоанна, первая глава, девятый стих. Если исповедуем грехи наши, то Иисус, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Я хотел, чтобы вы увидели эти слова. Он верен и праведен. Хорошо. Откройте третью главу евреям, первый стих. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его как и Моисей во всем доме Его. Поэтому мы, безусловно, должны, как люди веры, мы никогда не будем успешными без веры. Вы никогда не будете успешными в том, чтобы принимать от Бога, пока не будете доверять Ему всем Своим существом. Аллилуйя. Аминь. Он верен. И Он праведен. Вы меня слышите? Он верен. И Он праведен. И мы сказали, что вера, вера Божья. Сколько бы я ни читал это, этого все равно недостаточно. Откройте снова 11 главу Евангелия от Марка и давайте снова питать этим нашу веру. 22 стих. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на элемент повеления в этих словах Иисуса. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Все, что говорит Иисус, является для верующего повелением, приказом. Он главнокомандующий церкви. И мы солдаты в армии Господа. Аллилуйя. И если он говорит, «Не бойся», говорю вам, это такое же важное повеление, как и «Не убивай». Если он говорит, «Не беспокойся», тогда беспокойство это грех. Ну, брат, не начинайте плакаться мне об этом. Я сильно забегаю здесь вперед, но мне придется затронуть это. Когда вы приходите к тому, что вы не хотите, ни при каких обстоятельствах, идти на компромисс с его словом, тогда вы в том положении, когда вера будет работать для вас. Но до тех пор, пока вы… «Да, да, да, ну, я не думаю, что Бог хочет, чтобы я это делал». «А почему нет?» «А почему нет?» «Ну, знаете, я не верю, что Бог потребует от меня просто отдать все, что у меня есть». «А что делает вас таким особенным?» «Он отдал вам все, что у него было». В основе всего этого лежит страх. удерживание для себя идет под заголовком, где Иисус сказал, «Если вы пытаетесь защитить свою жизнь, вы потеряете ее. Если вы потеряете свою жизнь, отпустите ее, вы найдете, обретете ее». Итак, о чем он говорит? «Ну, знаете, эта жизнь веры выглядит весьма хорошо. Эти люди действительно прекрасно живут. Да, я бы хотел к этому присоединиться, но я могу потерять». Вы уже потерпели поражение. «Вы потеряете то, что пытаетесь сохранить, идя на компромисс». Именно так работает и функционирует духовный мир. Итак, первое, к чему мы приходим. Он говорит, «Имейте веру Божью». «Да, Господь». Но он никогда не скажет, «Имейте веру Божью, если он не обеспечил для вас возможность иметь веру Божью». Понимаете, он верен и он праведен. помните, когда саглядаты пошли осмотреть землю, и десять из них вернулись с худой молвой. «А Халеф и Иисус Навин сказали, «Нет, пойдем и овладеем ей сейчас». И те сказали, «О, мы не можем этого сделать». Итак, подождите минутку. Бог сказал, что они могли. Он сказал, «Я дал вам это». «Да, но вы не знаете, что…» «Вы думаете, что Бог не знал, что там жили исполины?» «По вашему, он подумал, «О, жаль, что я не знал, что там живут эти великаны». Это возвращает нас к одной из тех вещей, о которых мы говорили на прошлой передаче. Он уже ответил на это. Ответ уже там. И ответ уже в вас. Потому что вы соединены с ним. Поэтому это не то, чтобы пока еще ничего не произошло. Но именно так были сформированы наши модели мышления. в этом, основанном на страхе мире. И вы должны это понять. Книга Иисуса Навина, 2 глава. Послушайте, «Вы никогда не будете стоить и ломаного гроша в вере, пока не поймете этого». Аминь. Книга Иисуса Навина, 2 глава. Иисус Навин посылает двух человек. Он проследил за тем, чтобы это были два человека веры. Он не связывался с двенадцатью. Он начал с двух. Он уже знал, что у них есть вера. И они спрятались в доме у Раав. Помните это? Девятый или восьмой стих. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». Откуда она это узнала? «Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». Это абсолютная истина для всех людей на все времена. Когда Бог говорит вам что-то делать, Он уже сделал все необходимое для того, чтобы вы были успешными в этом. Он не ждет, пока вы согласитесь, чтобы начать что-то делать. Это нам кажется, что оно так. Но он думает по-другому. Брат Джим, посмотрите, отзывается ли это у вас духи. Это одна из наиболее потрясающих вещей, которые я когда-либо слышал от Бога. И то первое поколение. Вы заметили, Раф сказала, «Мы слышали, что произошло у Черного моря, и наше сердце ослабело». Они бы сдались израильским юнцам. Да, они были готовы сдаться. Все, что нужно было сделать, это перейти через эту реку. Они могли бы овладеть этой землей без единого выстрела. Но, прождав целое поколение, теперь народ израильский должен был сражаться за эту землю. Если бы та первая группа пошла в первом заходе, эти люди, эти люди бы просто сдались. Могли бы быть кое-какие стычки, но все равно это было бы намного легче. Те бы люди сдались сразу же. Потому что это то, о чем говорил Раф. Но из-за того, что они прождали целое поколение, это дало дьяволу время подготовиться. Это ему не помогло, просто сражение оказалось более трудным. И вот в чем суть. Вот где подключается вера. Потому что вы прекрасно знаете, что Бог скажет вам что-то сделать. Но Он не будет объяснять вам этого до тех пор, пока вы не согласитесь это сделать. Иначе это не будет верой. Вместо того, чтобы ходить верой, вы будете ходить видением. И вы не сможете с верой Фомы получить благословение Авраама. Это невозможно. Он сказал, пока я не увижу, не почувствую это. Я не буду в это верить. Заметьте, что Он сказал. Я не буду в это верить. Итак, это акт Его воли. Что ж, могу сказать вам следующее. Вера в Бога это акт воли. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Господь, помоги мне прояснить это. Когда Бог говорит вам «Сделай это». Дай это. Скажи это. Отправься туда. «Да, Господь». Да, Господь. Когда Он сказал вам, тогда это само собой дало вам право делать это. Когда Он сказал им перейти через ту реку, это дало им право это сделать. Есть исполины, нет исполинов, что бы там ни было, потому что Он уже двинулся на ту сторону реки. Более того, Он движется своей силой в них и среди них. И когда вы согласны, и вы говорите «Да, Господь». Да. И именно тогда Он наделяет вас силой сделать это. Потому что у вас есть вера, соединенная с Ним. Это то, что делает вера. Вера – это духовная сила. Духовная, творческая, созидающая сила Божья, которая находится внутри вашего рожденного свыше Духа. Это плод внутреннего человека, а не умственный или физический. Вера – это мощная. Духовная, невидимая сила. В большинстве случаев незамечаемая или необнаружимая плотью. Иногда – да. В ее наиболее сильном состоянии. Но она меньше всего замечается плотью, поскольку она действует в сфере Духа. А сфера Духа намного превосходит этот естественный физический мир или интеллектуальный мир. «Если разум не обновлен в отношении Слова Божьего, он понятия не имеет о вере». «Аминь». Как мы уже увидели, откройте послание к Ефесянам. Ефесянам 2 глава. «Аллилуйя». Это вам как-то помогает? «Аллилуйя». «Аллилуйя». Ефесянам 2 глава. И давайте посмотрим 8 стих. Давайте начнем читать чуть выше. 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, речь о Боге. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Скажите это. «Благодатью я был спасен и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Итак, смотрите. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы и Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И Римлянам 4,16. «Итак, по вере, чтобы было по милости или по благодати, дабы обетование было непреложно для всех». «Итак, мы подошли к тому, когда мы можем сделать твердое, подкрепленное Писанием безусловное утверждение. мы были спасены благодатью через веру. По вере, чтобы было по милости или по благодати». «Нет веры, нет благодати». Понимаете? И вера действует любовью. Разве Писание так не говорит? Поэтому нет любви, нет веры. Нет веры, нет благодати. Нет благодати, нет спасения. Но давайте вернемся на минуту назад. Знак 100. Чуть-чуть назад. Есть ли какая-то разница между тем рождением свыше, которое получили вы, и тем рождением свыше, которое получил я? Конечно же, нет. Однако будет хорошо подтвердить это, не так ли? Помните, когда Петр пошел в дом Корнилия? Они знали, что только человек, рожденный от родителей евреев, мог спастись. Но Бог послал Петра в дом язычника. Аминь. И что сказал Петр там? Аминь. Послушайте. Что сказал Петр там? «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Хорошо? Откройте Первое Петра. Вы будете здесь настолько перегружены информацией, что уже никак не сможете сказать, «Ну, может, у меня нет никакой веры». Ну же. Вы уже никогда так больше не скажете. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Итак, Первое Петра, Первая глава, 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век». Аминь. Возрожденные. Возрожденные свыше от Слова Божьего. Слово Божье является этим семенем. Если и этого вам было недостаточно, посмотрите Второе Петра. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде или праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Такого не может быть, чтобы Бог дал вам целое ведро воды, а мне всего лишь чайную ложечку. Нет, нет, нет. У нас есть та же самая вера, в которой действовал Петр. У нас есть та же самая вера, которую у красных ворот храма использовали Петр и Иоанн, взяв того человека за руку и о, аллилуйя, да. Да. Аминь. О, но, брат Копланд, это было во времена ранней церкви. Что ж, позвольте мне вам кое-что сказать. Позвольте. Мы церковь последнего времени. Поэтому я хочу у вас кое-что спросить. Что произошло со всеми теми, кто был посередине? У них, у всех была та же самая вера, потому что Иисус автор и совершитель нашей веры. Аллилуйя. Я сказал, аллилуйя. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Я сказал, спасибо тебе, Господь. Да, я сказал, спасибо тебе, Господь. Кто-то сейчас исцелился от рака в позвоночнике. Прямо сейчас. Это исцеление ваше. Возьмите его. Я хочу услышать ваше свидетельство. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь. Отец, мы благодарим тебя. Мы воздаем тебе честь и хвалу. Мы открываем свое сердце. Мы открываем свой разум, чтобы получить откровение с небес. Слова, которые приводят на землю небеса. И мы благодарим тебя за него. И мы верим, что получаем его во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Мы будем изучать веру и фактически как вы используете веру, чтобы сдвинуть гору. Хорошо? Аминь. Слава Богу. Да. Кто? Я сдвину гору? Да, вы. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь Иисус. Он не лицеприятен. Благодарение Богу за это. Он также заинтересован в том, чтобы вы были избавлены и освобождены, как он был заинтересован в случае с Гадаринским одержимым. Он также заинтересован в благополучии вашей семьи, как и в благополучии любой семьи, которую он когда-либо исцелил и избавил. Я хочу вам прочитать кое-что. В августе, фактически 8 августа 1967 года, ко мне пришло слово от Господа, и я записал его. Оно удивило меня тогда, и оно удивляет меня сейчас. Сейчас на Земле намного больше новообращенных христиан, чем было когда-либо раньше, в каком-либо другом поколении в истории этой планеты. Они приходят в Царство Божье десятками, тысячами, миллионами. Их множество, множество, множество. Аминь. Господь сказал мне это еще тогда, и Он начал говорить со мной. В действительности, это и побудило Джорджа и Терри и меня с Глорией молиться обо всем этом. Когда Господь сказал, я хочу, чтобы ты вернулся к самым азам веры. Вернись к основам. Вернись к азам веры. И вы можете видеть. 8 августа 1967 года. Позвольте мне вам кое-что здесь показать. Видите, какая это бумага белая? Видите, какая эта бумага темная? В этом году, в августе, ей будет 50 лет. Я проповедовал это 8 августа 1967 года, когда Бог мне это сказал. И проповедь называлась «Вера». У кого она есть? Двигающая горы вера. У кого она есть? Важность служения, избавления и освобождения должна стать еще более ясной и необходимой. Когда вы читаете Римлянам 10.17, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Единственная надежда человечества в вере в Иисуса Христа. Аллилуйя. Это было в самом начале нашего служения. И это является частью нашего поручения идти и проповедовать по всему миру от одного края земли до другого. Что Иисус спасает, Иисус исцеляет, Иисус крестит Духом Святым, и Иисус наш финансист, и Он скоро грядущий царь. Слава Богу! Это бескомпромиссное слово веры. И именно это мы и делали. Но Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты вернулся к самым, самым азам». И когда мы говорили об этом и молились, молились об этом, мы решили провести эти служения, чтобы записать эту серию передач не просто в студии, потому что есть сила в нашей вере. когда мы собираемся вместе. Аминь. Происходят определенные вещи, когда мы собираемся вместе. Именно поэтому Писание и говорит, не будем оставлять собрания своего. Аминь. потому что есть огромная сила. Спасибо тебе, Отец. Давайте вспомним, о чем мы говорили. Римлянам 1, с 1 по 7 стихи. Павел писал церкви в Риме. И он сказал им, Бог дал каждому из вас меру веры. И мы говорили на прошлой передаче, что Он верен и Он праведен. Он верен, чтобы простить наши грехи. Когда? Когда мы почувствуем себя лучше? Нет. Когда вы исповедуете их верой. И вы можете просто исповедовать их и бить себя по голове за них. Ой, я просто старый грешник, я просто да замолчите. Вы все еще любите меня, не так ли? Не у всех людей есть вера. давайте посмотрим второе фессалоникийцем. Знаете, на этот счет есть кое-что, что нужно здесь сказать. Третья глава второго послания к фессалоникийцам. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь». то, что Господь положил мне на сердце, когда я собирался прочитать это. Здесь говорится, что рожденные свыше люди получают веру от Бога, когда они рождаются свыше. И она по-прежнему там. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Это не то, чтобы она приходит, рождает вас свыше, а затем покидает вас. Нет, она в вас навсегда. Слава Богу, это должно заставить вас бегать и воскресать. Понимаете, у нас та же самая духовная ДНК, что и у Иисуса. Фактически, если хотите знать правду, ваше духовное существо, настоящее вы, то, что апостол Петр назвал сокровенным сердце человеком, человек, которого вы не можете видеть, настоящий вы, вы не можете меня видеть. Все, что вы можете видеть, это мое плотское тело. Вы не можете видеть меня. Я нахожусь внутри этого тела, смотря на вас через эти окна, а вы смотрите через них на меня. но это плоское тело это не настоящее я. И его жизнь полностью зависит от жизни вашего духа. Как только вы покидаете это тело, с вашим телом все кончено. С ним все кончено. Я сказал все это, чтобы еще раз донести следующее. Еще раз, еще раз, еще раз. Бог не лицеприятен. Я не получил много веры, а вы мало. Петр не получил много веры, а Иоанн, Иаков, апостолы, и мы всего лишь каплю веры. Нет, нет. Как мы читали, Петр сказал, я пишу это людям, которые получили с нами равную веру. Хорошо, откройте 10 главу римлянам. И давайте посмотрим, когда именно она пришла. Итак, помните, сказано, что мы родились свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого пребывающего век, во веки. Скажите, во веки. Я жив во веки с Иисусом, и Его Слово живо во веки во мне. Римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Теперь 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот оно снова. Рожденное свыше от нетленного семени, от Слова Божьего. Аминь. Итак, вот оно здесь все. Когда вы поверили в своем сердце, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и вы исповедали своими устами Его Господом, именно тогда вы спаслись, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит «всякий». Мы снова вернулись к слову «всякий». Именно так работает вера. И это объяснение рождения свыше. И это то, о чем говорил Иисус в Марка 11, 23 и 24. Он говорил о том, как вы это делаете. А апостол Павел говорил о том, как это работает. Вы поверили в это в своем сердце и сказали это своими устами. Аминь. В тот момент пришла вера. Аллилуйя. И с тех пор она с вами. Да, ну, брат Коплэн, знаете, я просто, я по-прежнему, знаете, я, я, я знаю, но мне кажется, мне кажется, я не получил ее столько же, сколько и вы. Ну, знаете, может, вы и правы. это должно быть было тленное семя, потому что вера была в Слове Божьем. Ну же, вера была в Слове Божьем. Итак, мы снова вернулись к этому крайне важному моменту. Мы должны верить именно в то, что сказал об этом Бог. Вы не можете слушать дьявола, который приходит и говорит, да, но знаешь, я, просто скажите ему, ты лжец и отец лжи, так что замолчи. Почему я должен верить тому, что говоришь ты, величайший всех неудачников? Аминь. Бог сказал, что она у меня есть. Значит, она у меня есть. Он сказал, что она у меня есть и она у меня есть. Итак, помните, мы солдаты в армии Господа, разве не так? Сэр, разрешите на исцеление, сэр. Ранами моими вы исцелились. Я исцелен, спасибо, сэр. Аминь. Как я могу так говорить? Потому что я верю в это. Он сказал это. Я верю в это. Да, но вы не чувствуете себя исцеленным. Какое это имеет к чему-либо отношение? Совершенно никакого. Если вы верите, что он нелицеприятен, если вы верите, что он любит вас, если вы верите, что вы всякий, если вы верите тому, что он сказал, он верен и он праведен. Он верен и праведен. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Скажу вам, меня радует то, о чем я проповедую. Да. Аллилуйя. Давайте поговорим сейчас немного и по мере того, как Господь будет вести нас. Мы подробнее поговорим об этом на следующих передачах. Но я верю, что пора упомянуть здесь об этом. Вы потеряете то, что пытаетесь сохранить, идя на компромисс. Боже мой, когда я учился в университете Орла Робертса, я услышал, как брат Робертс проповедовал проповедь «Четвертый человек». О, если вы никогда ее не слышали, она есть где-то на канале YouTube, на английском языке, вы можете найти ее. Послушайте, это небесная классика. Четвертый человек. Там, в той раскаленной печи. Не троих лемужей бросили мы в огонь, но мы видим там четвертого, вид которого подобен Сыну Божьему. И брат Робертс начал говорить «Кто этот четвертый человек? Он творец в книге бытия, он великий избавитель в книге исход, он дающий закон, о, слава Богу». И я знаю, я могу сказать, что Джерри Савейл сейчас покрылся такой же гусиной кожей, что и я, потому что мы слышали, как брат Робертс об этом проповедовал, слава Богу. И он прошел по всем 66 книгам Библии, одной за другой. Удивительно. И это то, что все запомнили в том послании. Но не это было основной мыслью того послания. Суть была в следующем. Если поклонишься, то сгоришь. Если не поклонишься перед истуканом, то не сможешь сгореть. Никогда не идите на компромисс со Словом Божьим. И это настолько повлияло на нас с Глорией еще до того, как мы начали свое служение. Мы сели за наш маленький столик, действительно красивый маленький столик, который когда-то был обломками. Глория нашла обломки двух или трех столов, сделала из них один и заново отполировала его. И мы сели за этот маленький сделанный Глорией столик, и мы совершили хлебопреломление. И мы провозгласили перед Богом, что мы не будем идти на компромисс с Его Словом. Аминь. что мы не будем изменять Его Слово, чтобы подгонять Его под наш образ жизни, но мы будем изменять наш образ жизни, чтобы подгонять Его под Слово Божье. Если оно говорит, ранами Его вы исцелили, значит, я исцелен во имя Иисуса. И этому телу просто придется прийти в соответствии с этим. Аминь. Были ли у нас возможности заболеть? И они по-прежнему у нас есть, они есть всегда. Но именно там и большие победы. Я всегда вспоминаю, когда говорю об этом, как мы проповедовали в Оклахома Сити, в церкви брата Хартсфилда. И мы жили там в доме с одной нашей знакомой. Я должен был проповедовать на утреннем служении. Но когда я утром проснулся, я не мог встать с кровати. Я был так болен. Каждый раз, когда я открывал свои глаза, у меня все шло кругом. И когда я попытался встать, я просто упал на пол. У меня болели все кости. Меня лихорадило. Просто ужасно. но слово Божье говорит, ранами его вы исцелились, а исцеленные люди проповедуют на своих утренних служениях. О, мои кости не хотели никуда идти. У меня болела даже обратная сторона глаз. У меня болели волосы. У меня все болело. Я просто откинул одеяло, попытался встать, упал на пол и вернулся обратно в кровать. И Глория села ко мне на кровать. У тех людей, у которых мы жили, была электробритва. И Глория схватила меня за волосы, закинула мне голову и побрила мое лицо той электробритвой. Мне было все равно. Я просто отключился от всего. Она одела меня, а они вместе с Лавин запихнули меня в машину и привезли меня в церковь. И я вот так схватился за кафедру и знал, что если отпущу эту кафедру, я свалюсь на пол, как мешок соли. Я стоял там, у меня все шло кругом. Я сказал, я сейчас вернусь. Комната для хора находилась как раз за сценой. Я пошел в комнату для хора. И я набросился на сатану со всеми местами Писания, которые я когда-либо слышал, со всей верой и силой, которые у меня были во имя Иисуса. Я просто обрушился на во имя Иисуса. Кровь Иисуса. Слово Божье. Я просто вывалил на Него все это. Это высвободилось во мне. Я не почувствовал себя лучше. Фактически я почувствовал себя немного хуже, потому что у меня пересохло горло, когда я кричал на дьявола. Я не помню, как долго я пробыл там. Мне показалось, что долго. Возможно, не так долго, как мне показалось, но прошло какое-то время. Но я дошел до этого момента высвобождения. И любой, кто не будет идти на компромисс со Словом Божьим, если вы будете стоять перед Богом и поклоняться и прославлять Его, и пребывать в Слове Божьем, вы получите этот сигнал победы. Возможно, через несколько минут, возможно, через несколько дней, возможно, через несколько недель, но она грядет, потому что она уже там. У вас уже есть победа, и это победа, которая побеждает мир, победившая мир. Она всегда дает нам торжествовать. Я вернулся назад и схватился за ту маленькую кафедру, и у меня по-прежнему все шло кругом. Я проповедовал об исцелении 2 часа 15 минут. Как вы могли проповедовать об исцелении? Вы же не были исцелены. О, нет, я был исцелен. Я был исцелен уже 2000 лет. Моему телу потребовалось какое-то время, чтобы узнать об этом. Да. Вы исцелены. и дьявол пытается забрать у вас ваше здоровье. Вы не больной, пытающийся исцелиться. Понимаете? Это естественный подход. О, ну я болен. Что ж, если вы будете продолжать говорить это, ничто не сможет способствовать тому, чтобы вам стало лучше, потому что вы продолжаете говорить, что вы больны. Если вы продолжали говорить, о, Иисус, я потерян, я потерян, я потерян, Иисус, я потерян, я потерян, я потерян. Вы бы не смогли так спастись. Когда-то вы должны были сказать, благодарение Богу я спасен. Это сказала вера. Отец, мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе честь и хвалу. мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы получить откровение с небес. Слова, которые приводят на землю небеса. И мы благодарим Тебя за него, и мы верим, что получаем его во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давайте снова обратимся к посланию к евреям. И затем, до того, как мы закончим, мы сделаем шаг веры. Евреям 11 глава. Вера же есть осуществление ожидаемого. и уверенность в невидимом. Давайте вернемся на несколько стихов назад и прочитаем их. Во-первых, не забывайте, мы читаем о духовной силе, о духовной осуществляющей силе, которая уже пребывает внутри вас и внутри меня, если Иисус Христос из Назарета является нашим Господом и Спасителем. Поскольку именно так Он стал вашим Господом и Спасителем по вере, по благодати через веру. Итак, давайте вернемся назад и прочитаем 35 стих. Не оставляйте упования вашего или вашей веры, которой предстоит великое воздаяние. терпение нужно вам, чтобы исполнивший волю Божью или поступив на основании воли Божьей для вас. Иаков говорит об этом так. «Будьте исполнителями слова, а не слышателями только». терпения терпения нужно вам. Или библейская стойкость, чтобы исполнивший волю Божью получить обещанное. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Прочитайте это со мной. «Праведный верою жив будет». А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Это не рождение свыше. Аминь. это обновляющая и Божья сила веры, работающая над вашей душой, вашим разумом, вашей волей и вашими эмоциями. И давайте поговорим об этом рождении свыше. Мы говорили о нем. Мы смотрели, что Писание говорит о нем в Новом Завете. Аминь. Давайте посмотрим на еще одно местописание. Не закрывайте это место еще раз, вернитесь к посланию к Ефесянам. И мы вернемся к тому, о чем говорили вчера. Ефесянам 2 глава. И мы читали 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, вы были без помазанного его помазания, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды, и были безбожники, были без Бога в мире. Посмотрите на это. Вы были без помазанного вы были без его помазания, а его помазание это снимающие бремена, уничтожающие рмо силы Божьей. И это уже отдельная тема. Мы доберемся до этого. Да, мы доберемся до этого. Но если вы не знаете Иисуса, как вашего Господа и Спасителя, тогда вы отделены от него. Но посмотрите на этот стих. Отчуждены от общества израильского. Чужды заветов. Множественное число. Заветов обетования. Вернемся в 10-ю главу послания к евреям. Терпение нужно вам, чтобы исполнивший волю Божью получить обещанное. Но если вы не знаете Бога, тогда вы чужды заветов обетования. если вы не знаете, что у вас есть кровный завет с Богом. Мы люди завета. Мы часто встречаем это слово в Библии. Завет. И в еврейском языке вот это слово, переведенное как завет, означает место, где течет кровь. Итак, кровное соглашение, когда смешивается кровь. Человечество не знает более серьезного соглашения. Когда даются кровные обещания, это в буквальном смысле означает, что если мы со своей семьей не сдержим то обещание, которое дали вам и вашей семье, тогда мы прокляты. Именно поэтому сотни лет может идти вражда из-за нарушения чего-то в завете. И вот есть семья, и они даже не знают, почему они должны это делать, но они просто должны убить там тех старых людей. Между ними родовая вражда, кровная месть. И все, что Бог пообещал Аврааму, когда заключил с ним завет, он сказал Аврааму, убей этих животных, рассеки их и положи там. И Бог прошел по той крови и поклялся Аврааму. И сказано, как не мог никем высшим клясться. Он поклялся самим собой. И затем Авраам был готов принести в жертву своего единородного сына. В кровном соглашении с Богом. чужды такого рода завета и взаимоотношений чести. И если кто и чужд этого, так это люди западной культуры. Нам сегодня важнее, каким цветом чернил вы это подписали. если что-то подписано кровью, это кое-что значит. И Бог поклялся Аврааму самим собой. Если я нарушу это, я сам себя уничтожу. И в один день прозвучит молитва. Иисус будет молиться в Гефсиманском саду. Если есть какая-то возможность, что бы миновала меня чаша сия. И что не дало Богу пойти на уступки своему единородному сыну? Из-за того, что его кровный брат Авраам был готов принести в жертву своего единородного сына, Бог не мог сделать меньшего. Вы спросите, Боже мой, брат Копланд, откуда у людей такая вера? Она есть у вас. Она есть у вас. У вас есть вера Авраама. Она живет сейчас в вас. У вас есть внутренняя сила, чтобы делать это. Если вы знаете это, если вы узнаете, кто вы во Христе Иисусе, у вас есть такая решимость, у вас есть такая вера. Почему? У вас есть кровный завет с Богом. И часть этого завета гласит, ранами моими вы исцелились и исцелены. Это не обещание. Это было обещано в Ветхом Завете в 52, 53 и 54 главах Исаии. Но оно исполнилось, когда Иисус пошел на крест и пролил свою драгоценную кровь ради этого завета. Слава Богу! И ранами его вы исцелились. Уже не обещание, это факт. Это факт, за который заплачено кровью. Аминь. И отказываюсь идти на компромисс. Я отказываюсь когда-либо говорить что-либо другое, кроме ранами его. Я исцелился? Я не буду такого делать. Я шел с этим на компромисс в прошлом, и я обновил свое посвящение перед ним. Он мой царь. Ну же. И он искупил меня, заплатив за это самим собой. Я не буду идти на компромисс с его словом. Если он говорит, что я исцелен, тогда благодарение вечному Богу. Я исцелен, и я хожу в крови Иисуса. И я не чужд этого завета обетования. Куда меня это тогда помещает? В 90-й псалом. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Подумайте. С ним я в скорби. Почему? Почему Господь? Он возлюбил меня. Послушайте. Это все написано кровью. Он знает мое имя. Это разговор завета. Его имя. Он поклялся. Он воскресил Иисуса из мертвых. И он дал ему свое имя, которое превыше всякого именуемого имени. которое превыше всякого именуемого имени. И пред именем Иисуса преклонится всякое колено существ на небе, существ на земле и существ под землей. И провозгласят, что Иисус Христос Господь во славу Бога. И очень быстро, пока у нас не закончилось время. Ефесянам, быстро, 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 быстро. Ефесянам третья глава. Вам это пойдет на пользу. Попробуйте это. Попробуйте. 14 стих «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого не от Иисуса, а от Отца я преклоняю колено мои пред Господом Господа Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Вы именуетесь от него». Слава Богу. Он сказал «Идите по всему миру и проповедуйте это Евангелие всему творению и во имя мое изгоняйте дьявола». Аллилуйя. Как звучит часть повеления заповеди данной церкви в 3 главе 1 Иоанна. И заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга. Помните, о чем встал и проповедовал Петр после того, как хромой у красных ворот храма, вскочил и побежал. Он сказал, «Что вы смотрите на нас? Как будто бы мы своим призванием, своей святостью». Можно сказать это так. «Что вы смотрите на меня? Потому что я апостол?» Нет, нет. Он сказал, «Это была вера во имя Иисуса, которая укрепила этого человека». И мы знаем, что у вас есть вера во имя Иисуса, потому что именно так вы и спаслись. Слава Богу! Она сейчас вас. Я сказал, «Она сейчас вас». Аминь. Аминь. Иисус вскоре после того, как Он воскрес из мертвых, Он сказал, дана Мне вся власть на небе и на земле. Поэтому идите и возьмите Мое имя. Я видел, как это происходило с другими. Это происходило со мной, когда испытывая на себе такое сильное давление, когда все болит, что бы там ни было. И вдруг ты просто начинаешь говорить, «Я взываю к имени». И до вашего внутреннего человека доходит его грандиозность. И вы падаете на свое лицо. И вы начинаете взывать к этому имени. Я взываю к этому имени. Между мной и Иисусом есть кровь. Я человек завета. У меня есть завет с Богом. Аминь. И на этой земле сатана никак не может вырвать меня из него. Понимаете? Мы с вами не можем нарушить этот завет. Мы можем разорвать наше общение с ним. Но завет заключен между Отцом и Иисусом. И один из пунктов моего завета гласит, он, будучи верен и праведен, простит мне мои грехи, когда я исповедую их. Это возвращает меня в это общение. Возвращает меня в это общение. Это не имеет никакого отношения к тому, что я на этот счет чувствую. Но вы должны иметь веру в его верность. Он это сказал. Все. это трудно понять плоти и это трудно понять разуму. Да, но, брат Копланд, вы не понимаете, что я сделал. Нет, и я не хочу знать, что вы сделали. Но я понимаю, что сделал Иисус. Потому что я сделал... А в это мы тоже не будем углубляться. Знаете почему? Потому что этого больше нет. Кэти, ты знаешь тот маленький домик, который мы с Глорией купили в Стимбоуте и который Глория называла маленьким птичьим домиком? Кэти и ее муж являются одними из наших близких друзей. Мы познакомились с ними в Колорадо много лет назад. Но в любом случае ты можешь вспомнить тот маленький домик? Вы едете по дороге и там была эта большая спутниковая тарелка тогда в 80-х годах. И затем вы едете уже по небольшой дороге и останавливаетесь около маленького простого домика и вы заходите в прихожую и там лежала такая оранжевая плитка. Из нее вы заходите в маленькую кухню и большая спальня была наверху вторая маленькая спальня внизу мы продали этот дом в 1999 году и тот человек который купил его снес его бульдозером. Этого дома больше не существует лишь только в нашей памяти. Глория сейчас в своем разуме она просто может видеть тот маленький домик я просто могу видеть тот маленький домик но его больше не существует и я не должен о нем думать я могу думать о нем или же могу не думать о нем ну брат Копланд вы по нему скучаете нет потому что человек на его месте построил дом в три с половиной в четыре раза больше того дома и мы купили его спустя восемь с лет слава богу аминь я думаю об этом доме понимаете вам незачем думать о вашем грехе сосредоточьтесь на иисусе и думайте об этом об иисусе это то что писание говорит вам делать потому что это будет приносить веру а то приносит страх откройте послание к филиппийцам я на этом закончу во всяком случае на сегодняшний урок филиппийцам 4 глава аллилуйя 4 стих радуйтесь всегда в господи и еще говорю радуйтесь не заботьтесь или не беспокойтесь не волнуйтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед богом и так вы открыли свои желания обратились с просьбой веры и теперь вы продолжаете двигаться в этой просьбе в благодарении наконец братья что только истина что честно что справедливо что чисто что любезно что достославно что только добродетели похвала о том помышляйте чему вы научились что приняли и слышали и видели во мне то исполняйте исполняйте делайте это и бог мира будет с вами это означает что вы по благодати божьей и вере в иисуса христа и его слово вы можете радоваться независимо от того хочется вам радоваться или нет вы можете помышлять думать только о том что честно справедливо чисто достославно что только добродетели похвала скажите мой разум это мой разум никто ни дьявол ни кто-то еще не может заставить меня о чем-то думать я выбираю не думать особенно о моем грехе не дьяволу разбираться с моим грехом а иисусу я верующий а не тот кто сомневается я человек веры я имею веру божью воскликните кто-нибудь аминь отец мы благодарим тебя мы воздаем тебе честь и хвалу мы открываем свое сердце мы открываем свой разум чтобы получить откровение с небес слова которые приводят на землю небеса и мы благодарим тебя за него и мы верим что получаем его во имя иисуса аминь слава богу давайте снова вернемся к 11 главе евангелия от марка итак мы выяснили что у каждого из нас кто сделал иисуса господом своей жизни у каждого из нас есть вера и это вера божья и она сейчас в нас и что вера приходит от слышания от слышания от слова божьего мы говорили о вере о том что писание говорит что авраам не был слаб вере то есть можно иметь слабую веру но он пребыл тверд вере и мы знаем что твердая сильная вера воздает славу богу итак у вас может быть слабая вера у вас может быть сильная вера у вас может быть вялая бездеятельная вера иисус разговаривал с людьми у которых вообще не было никакой веры но теперь после того как иисус пошел на крест и воскрес из мертвых единственными людьми у которых он скажет нет никакой веры являются те кто пока еще не принял его как господа и спасителя и есть много религиозных людей которые никогда этого не делали потому что у них вообще нет никакого понимания этого и они думают что нужно просто прожить свою жизнь а когда она закончится тогда вас будут судить и если ваше хорошее перевесит плохое тогда вас пустят на небо если нет то не пустят и сколько на вашем счету есть хорошего нет 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 мне нужна лишь справедливость нет вам нужна несправедливость вам нужна благодать которая по вере слава богу вам не нужна справедливость хорошо хорошо итак мы знаем что это вера божья приходит от слышания а слышание от слова божьего это то что ее питает вы помните что иисус сказал не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст божьих это дает нам некоторое понимание того факта что дух человека настоящий он сокровенный сердце человек именно он рождается свыше а не просто получает прощение 2 коринфянам 5.17 кто во христе тот новое творение помните мы уже читали что мы созданы во христе иисусе 2 глава эфесянам мы его творение созданы во христе иисусе другими словами он это сделал когда к вам пришло слово божье и вы поверили ему и вы своими устами исповедали иисуса как господа дух божий совершил с вами то же самое что он совершил с марией ангел сказал ей как оно все будет что дух божий сойдет на нее и в ее утробе будет зачато что-то святое она сказала да будет мне по слову твоему она поверила в это в своем сердце она сказала это своими устами она сказала это своими устами поверив в своем сердце это были слова божьи они были семенем плоти иисуса и через 9 месяцев этот младенец родился в вифлееме слово стало плотью и обитало с нами в другом переводе библии которое мне действительно нравится говорится слово облеклось во плоти разве это не здорово и то же самое произошло с нами мы услышали слово божье пришла вера мы поверили ему в нашем сердце и мы сказали это нашими устами Иисус Господь я принимаю тебя Господь войди в мое сердце и Глория сказала возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь и он действительно это сделал аминь и я так рад слава Богу и так как только мы с вами услышали это слово пришла вера и мы не отвергли его когда мы приняли это слово Дух Святой сошел на нас Иисус сказал вы должны родиться свыше родиться от Духа рожденный от Духа есть Дух рожденный от плоти есть плоть рожденный от Духа есть Дух рожденный от плоти есть плоть аминь и это слово которое вошло в вашего внутреннего человека в ваш Дух ваш Дух то что Писание называет вашим сердцем это не ваш кровяной насос вы не можете верить Богу плотской мышцы речь о вашем духовном человеке и он назван сердцем потому что является вашей сердцевиной именно там ваша жизнь когда Дух Божий сошел на вас и те слова стали Духом и родилось новое творение такой же такой же как Иисус рожденный свыше от Слова Божьего не от тленного семени а от нетленного и вера Божья была в том семени и она стала вашей и у вас есть право у вас есть повеление и у вас есть власть использовать ее как свою собственную аминь и как я уже говорил в самом начале в понедельник это первое на что я обратил внимание в Ороле Робертсе моем духовном отце на том первом собрании на котором я оказался он использовал свою веру как механик использует гаечный ключ аминь и он сказал мне на тех больших собраниях у них была так называемая комната для больных это было помещение чуть поменьше для людей которые в силу своего физического состояния не могли находиться в главной аудитории они приходили в это помещение поменьше и Орол Робертс сделал призыв к покаянию и вперед выходили люди которые хотели принять Иисуса как своего спасителя и он давал им небольшое наставление и затем передавал их своему помощнику брату Бобу Диуису и сам уходил оттуда и шел в эту комнату для больных чтобы возложить на них всех руки и затем снова вернуться в главную аудиторию и затем начиналось служение исцеления и мне поручили находиться в той комнате для больных слушать там проповедуемое послание через выведенные туда динамики и конспектировать его и затем у меня было от пяти до десяти минут чтобы перед тем как Орол Робертс придет туда напомнить им основные пункты его проповеди и приготовить их к возложению рук и в самый первый раз я только закончил это делать и туда вошел Орол Робертс и конечно же я отошел назад и я стоял там Сержио пожалуйста встань я отошел назад уступив ему место ты должен стоять вот так это то что я делал о нет извини он был с этой стороны и он подошел и схватил меня вот так ты будешь молиться и возлагать на этих людей руки вам нужно было видеть что было в той комнате я мог это чувствовать я побледнел все это куда-то улетучилось он засмеялся схватил меня за пиджак он засмеялся и сказал не беспокойся об этом если ты совершишь ошибку я буду рядом я ее исправлю хорошо хоть это помогало аминь и послушайте что он сказал это очень важно не прикасайся к ним пока ты не будешь готов высвободить свою веру есть момент высвобождения я слышал как он говорил это он говорил наступает момент спасибо сержа когда ваша вера должна быть высвобождена и затем не отзывайте ее обратно как только вы ее высвободили потом пребывайте в слове божьем исследуйте писание найдите слово божье которое покрывает вашу ситуацию и это ответ на молитву еще до того как вы ей помолились именно поэтому она и называется молитвой веры потому что это слово принесло веру потому что Бог сказал это он уже сделал это это принадлежит мне я состою в завете с ним аминь он мой отец я именуюсь от него разве это не здорово разве вчера было не здорово это так здорово итак 2 Петра фактически откройте его давайте посмотрим на кое-что в отношении веры это вера которая есть у нас от Бога это вера Божья поэтому если это Божья вера тогда мы должны использовать ее так как Бог сказал ее использовать она его он знает как она работает итак вы во втором Петра давайте еще раз взглянем на первое Петра мы читали это вчера как возрожденные не от тленного семени но от нетленного от слова Божьего живого пребывающего век теперь 2 Петра первая глава Симон Петр раб и апостол Иисуса Христа принявшим с нами равно драгоценную веру поэтому все кому Петр писал это послание а справедливо ли это послание и для нас разве это не слово Божье послушайте Бог не лицеприятен а он говорит все кому я это пишу кто родился свыше там когда я написал первое послание я пишу вам потому что у вас есть та же самая вера что и у нас принявшим с нами равно драгоценную веру по правде или праведности Бога если бы он не добавил здесь по праведности Бога тогда можно было бы говорить ну знаете нет нет принявшим с нами равно драгоценную веру по праведности Бога Бог праведен Бог справедлив Бог верен когда вы приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя вы получили ту же самую веру Иисуса вы получили ту же самую веру Иакова и Иоанна и Петра и слава Богу и вы не получили лишь каплю ее вы получили ту же самую меру теперь она должна возрастать она может ослабевать если не получает никакой пищи не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст Божьих это основной фактор когда люди терпят неудачи вере основной фактор благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Господа нашего как от и так увидите это от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия где? через познание призвавшего нас славой и благостью или к славе и превосходству Бог призвал нас к превосходству совершенству которыми то есть посредством чего? этого превосходного совершенного призвания которыми дарованы нам и так они принадлежат нам с вами скажите это они мои дарованы нам великие и драгоценные обетования дабы вы через них соделались причастниками божеского естества или божественной природы удалившись от господствующего в мире растления похотью и так заметьте то вы и так обетования принадлежат вам давайте возьмем обетование мы читали первое послание Иоанна 1.9 если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности очистит нас от всякой неправедности и так это драгоценное обетование это что-то драгоценное там нет лицеприятия понимаете украсть карандаш или убить грех есть грех некоторые из вас смотрят на меня так словно ты с луны упал вы когда-нибудь слышали как говорят ну за обман вы точно так же идете в ад как и за воровство нет вы идете в ад не за обман или воровство или убийство иисус на этот счет уже совсем разобрался вы идете в ад за то что не принимаете иисуса как господа отвержение отвержение иисуса это тот грех который отправит вас в ад все остальное уже было покрыто итак дарованы нам великие и драгоценные обетования дабы вы через них соделались причастниками божеского естества 5 стих то вы прилагая к всему все старание вы хотите сказать я должен быть старательным на этот счет вы хотите сказать что спустя целых два года я по-прежнему должен следить за тем что я говорю что ж позвольте у вас спросить как оно для вас работает послушайте книга бытия 1.1 началась со слов книга откровения заканчивается словами и посередине тоже все слова поэтому да дорогие вы должны старательно следить за тем что вы говорите потому что все очень просто жизнь и смерть во власти и языка никуда от этого не деться сатана загнан этим в угол а мы этим благословлены вы не можете изменить эту систему но вы можете изменить слова и у нас есть эти обетования мы можем говорить эти обетования можем говорить их аминь вместо того чтобы я могу прочитать это и сказать разве это не удивительно вы говорите да или я мог бы сказать я чуть не умер от восторга нет 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 но я не имел это ввиду там ничего не говорится о том чтобы иметь это ввиду бог сказал дерзостны предо мной слова ваши вы уловлены вы опутаны словами уст ваших хорошо да там есть старание покажите вере вашей добродетель вот снова слово превосходство я учился в университете орла робертса и к тому времени я уже не просто время от времени пересекался с братом робертсом потому что я был не только членом летной команды но еще и водил его машину и это было началом наших взаимоотношений на всю жизнь и он сказал кое-что что навсегда осталось в моей жизни он сказал следующее иисус и вот это слово добродетель покажите вере вашей или добавьте это к вашей вере итак у вас есть вера и вы обратитесь к слову божьему вы найдите обетование и вы высвободите веру в это это обетование мое и это то что я буду говорить хорошо верите в это в своем сердце и говорите это своими устами но вам придется добавить к этому превосходство и брат роберт сказал служение иисуса было и является превосходным совершенным служением и от его велелепной превосходной совершенной славы пришло слово от бога сей есть сын мой возлюбленный его слушайте превосходство совершенства служения слово божье божественно превосходно и совершенно целостность и непогрешимость этого записанного слова божьего в начале было слово и слово было у бога и слово было бог оно было в начале у бога здесь говорится не только об иисусе но и об этом записанном слове аминь и брат роберт сказал поэтому мы должны требовать превосходства совершенства здесь в университете урла робертса мы требуем превосходства совершенства от наших студентов поэтому мы должны требовать того же и от самих себя и знаете эти слова действительно засели во мне я тогда начал я просто отдал себя господу я сказал я смиряю себя я отдаю себя этому я прошу тебя на основании 11 и 12 глав евреям помочь мне в этом помочь мне свергнуть в себя грех и то что запинает меня избавиться от этого свергни с меня это я желаю я принимаю это превосходство совершенство служения совершенство и вот чему господь научил меня вы должны стать предельно честными с богом предельно не что-то вроде да господь да я вроде сделал это ну же вы уходите от прямого ответа да я сделал это никаких оправданий господь брат джим я извиняюсь ну ну понимаешь просто я был таким уставшим нет 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 вы просто выпалили хорошее оправдание вы испортили хорошее покаяние вам нужно было просто сказать брат я люблю тебя и я извиняюсь я каюсь оставьте это в покое брат коплент вы поедете на собрание нет что это за долгая пауза кто-то ждет какого-то оправдания и объяснения вы не должны никому никакого объяснения бог сказал не едь скажите нет и они спрашивают почему я не хочу я буду если вы не готовы быть предельно честными с богом и с самими собой тогда вы не готовы к чудесам но вот что я вам скажу требуется буквально столько времени чтобы стать готовыми аминь наше время подошло к концу мы вернемся через минуту сегодня день пожертвований и я хочу прочитать вам местописание чтобы назидать вашу веру когда вы будете сеять свое семя кто сеет скупо это 2 Коринфянам 9.6 кто сеет скупо тот скупо и пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет итак мы определяем наш урожай тем семенем которое мы сеем если бы вы собирались что-то выращивать так бы оно и делалось если вы собираетесь выращивать преуспевание так оно и делается и это относится ко мне к вам ко всем именно так оно и работает каждый уделяя по расположению сердца или как вы слышите от бога не с огорчением и не с принуждением ибо доброходно дающего любит бог бог же я хочу чтобы вы ухватили сейчас за это место писания 8 стих бог же силен обогатить вас всякую благодатью всяким благоволением и земным благословением всякой благодатью чтобы вы всегда и во всем имея всякое довольство были богаты на всякое доброе дело если для вас это что-то новое изучите эти места писания и разберите их это мое любимое место писания говорящие об умножении здесь говорится что вы будете обогащены благодатью я молюсь сегодня за ваше пожертвование отец я приношу перед тобой каждую семью каждого человека который сеет семя я молюсь с ними чтобы они были обогащены благодатью и приходило умножение и переливание через край приходил огромный урожай в их семью в их дом в их жизнь во имя иисуса и приходило исцеление мы просим тебя господь я прошу для них и для себя практического знания о том как ходить с тобой во всех великих благословениях которые есть у тебя для нас и как принимать эти благословения в нашей жизни иисус сделал все необходимое чтобы вы были благословлены скоро мы будем отмечать день матери позвоните своей маме будьте для нее благословением скажите ей что любите ее если у вас были с мамой какие-то проблемы покайтесь и будьте приветливы с ней присоединяйтесь к нам с кенетом в понедельник чтобы продолжить разбирать основы веры и помните иисус господь спасибо за прос посмотрю Is that you and that people ever